Вашему вниманию представляю доклад на тему «Особенности послеоперационного введения пациентов послепункционной криоабляции». Но я думаю, о методе и воздействии криогенной хирургии вам уже было ранее объяснено и, в принципе, представлено в докладах предыдущих специалистов. Но если даже повториться, то можно сказать, что криохирургия с помощью воздействия хладогенов различного формата, как аргон, как азота, воздействует на клетки, вызывая разрушение и некротизирование тканей, что в последующем с помощью естественного системы организма выводится под воздействием основным. Что из себя, в принципе, это представляет? Это представляет разрушение клеток с помощью формирования в них ледяных кристаллов, которые их разрушают и в последующем убивают. С чем же можно выделить данный метод лечения и с чем он так специфичен? В первую очередь, наверное, можно сказать, что он малоинвазивен. Если сравнить, допустим, с основными методами лечения, как лапароскопические резекции, либо это открытые резекции, то метод намного инвазивен, так как используются достаточно маленькие зонды размерами до 3 мм. И процедура, в частности, в мировой практике, в практике нашего учреждения, проводится в большей степени под местной анестезией, что в свою очередь и дает нам разбег относительно количества койко-дней, которые в последующем составляют в средней степени один день. На следующий день мы пациентов после исследований контрольных анализов отпускаем. Также можно выделить, что у пациентов небольшое повышение болевого порока, и боли по шкале ВШБ у них не более 3 баллов. Также отмечается по опросникам пациентов, их образ жизни ничем не ухудшается, и это для них вызывает достаточно большой успех относительно наших воздействий. Хотелось бы на данном слайде показать вам непосредственно, как действует криообляция внутри организма. Данный метод использовался нами как первый опытный метод. Он выполнялся в объеме лапароскопической криообляции. И тут мы непосредственно видим воздействие криозонда и непосредственно криоагентов на опухолевое образование, как формируется непосредственно сфера и замораживает полностью участок патологически измененной почки. Если же говорить о аспектах послеоперационного введения больных, мы в первые же сутки пациентов после оперативного вмешательства наблюдаем, выполняем им обследование в объеме лабораторных показателей, таких как клинический анализ крови, таких как биохимический анализ крови, оцениваем их функциональную способность почки. И, к сожалению, в 20% случаев мы отмечаем у пациентов острую почечную недостаточность по, наверное, стадированию до третьей степени. В остальных случаях у пациентов функция почки никаким образом не нарушается. Также отмечается у 40% пациентов поднятие температуры тела до 37,5%. Выше же у пациентов, которые наблюдали с нами, повышения температуры тела не наблюдалось. В последующем идет контроль пациентов на второй неделе. Пациентам выполняем ультразвуковую диагностику для оценки каких-то послеоперационных осложнений также идет контроль лабораторных данных, который в последующем показывает нам улучшение работоспособности почек и отмечается тенденция к снижению почечной недостаточности. Следующим рубежом у нас является один месяц послеоперационного лечения. Мы вызываем пациентов на контрольную биопсию непосредственно области вмешательства для оценки остаточной опухоли, также для оценки. У нас сейчас имеется специальный метод. Мы оцениваем непосредственно клеточный иммунный ответ. Для этого также по гистологическому препарату мы выполняем лабораторные исследования относительно PDL-экспрессии, также рассматриваем такие агенты, как CD4+, и CD8+, что на данном слайде показывает достаточно хорошую результативность. И это достаточно новое введение, что в последующем будет рассматриваться нами как применение у метастических больных для совместного лечения с помощью иммунотерапии. Если же совместить два метода, как иммунотерапия и непосредственно кориабляция, я думаю, что это будет достаточно действенный метод относительно метастических больных у пациентов с опухоли почки. Также мы непосредственно в связи с этим берем у пациентов иммунологическое исследование крови, оцениваем его системный иммунный ответ. Хочу отметить, что анализ берется перед вмешательством, первый, после чего берется через месяц для оценки непосредственно системного иммунного ответа, который в наших исследованиях показал, что действительно он имеет место быть. В последующем мы выполняем оценку через три месяца. Основная идея выполнения последующего исследования, безусловно, это контроль, исключение рецидива. Также мы хотим оценить функциональную способность почек в объеме компьютерной томографии, оценивая ее перфузионные возможности, перфузионное восстановление почек в области воздействия, так как при манипуляции мы захватываем не только пораженные клетки, но и также нам необходимо захватывать участок здоровых тканей, чтобы не оставить нам злокачественное образование внутри. Так непосредственно выглядит послеоперационное трехмесячное исследование для оценки перфузионной способности почек. Ну и, конечно же, наверное, последним рубежом является у нас шестимесячный осмотр после хирургического лечения, который также оценивается и компьютерной томографией, также оценивается лабораторными показательными данными. И в среднем около 90% пациентов у нас восстанавливаются в объеме как перфузионной способности почек, так и их фильтрационной и выделительной функции. И, конечно же, в заключении хотелось бы сказать, что непосредственно в нашем учреждении уже проведено с 2015 по 2020 год лечение больных около 42. К сожалению, отмечается гибель одного пациента после оперативного вмешательства через год. После вмешательства мы выполнили ему контрольное обследование в области вмешательства, никаких рецидивных образований. У пациента было не выявлено. Пациент, к сожалению, умер у нас по сопутствующим патологиям и непосредственно общему заболеванию, которое ему имелось. Также хотелось отметить, что у двух пациентов у нас отмечалось послеоперационное осложнение. Первым это являлось термическое поражение кожи, которое за собой повело дополнительное лечение, определенные перевязки, ведение непосредственно больных. И также у одного из пациентов, к сожалению, сформировался абсцесс в области проведенного лечения в ретро перед забрюшином пространстве, что также за собой повлекло хирургическое вмешательство в виде дренирования и последующего введения послеоперационной раны. И хотелось бы отметить, что у шести пациентов из 42 отмечался у нас рецидив в области вмешательства. Но я бы хотел сказать о том, что, возможно, эти случаи у нас получились в связи с тем, что это было неудобно и невозможное полный объем лечения в связи с расположением опухоли, прилежащим к жизненно важным органам, жизненно важным сосудистым структурам, что и повело для нас неполный объем оперативного вмешательства для возможных каких-то дальнейших осложнений. Спасибо за внимание. Продолжение следует...